начали всем привет друзья мои с вами снова кости и сегодня ваш долгожданный мог пан на самом деле я удивлен что реально много людей просит меня записывать эти видео для меня это только в радость и сегодня я буду есть японский фастфуд ну фастфуд название образное я очень люблю любил это есть в корее у нас здесь удон удон давайте покажу вам поближе но это можно сказать такой суп лапша он основан просто состоит из лапши соответственно и тут много всего курица морские водоросли миссы бульон ростки короче я обожаю это блюдо ну и так как мог по не должно быть много еды также я взял еще одно из своих любимых блюд это называется танкацы фокусируйся это танкацы мне пришлось переложить их из упаковки поэтому это выглядит не так это выглядит не так как в первозданном виде но это тем не менее очень вкусно почему это японский фастфуд потому что понятно что происхождение у этих блюд она японская но эти блюда очень популярны в южной корее и наверное больше половины моего рациона в корее состояла как раз из этого обычно я брал танкацы довольно неплохо по сути это кусок мяса в панировке котлеты в панировке ну плюс еще рис и тут еще в рис добавили соус карри что я очень сильно люблю и о чем мы сегодня с вами поговорим наверное строится сегодняшнее видео будет по обычному сценарию я буду говорить о том что происходило последнее время я обожаю именно вот такой вид лапши удона потому что она очень толстая ее можно жевать она сытная и это что-то такое необычное необычные макароны или вермишель а вот что такое особенное азиатское не обожаю обожаю так попробуем танкаться как я сказал это очень вкусно ну во первых я хочу рассказать как мы сходили с ребятами на фильм назови меня своим именем это очень классный фильм и на самом деле я никогда не смотрел горбатую гору но вот это наверное первый фильм и первый раз я увидел в художественном фильме отношения между двумя мужчинами ну то есть сюжет этого фильма наверняка нам слышали там молодой парень влюбляется в другого парня который приехал к ним на летние каникулы в общем мне очень понравилась естественность этого фильма и натуральность то есть два человека общаются влюбляются друг друга и там уже ты не обращаешь внимание на их пол невероятно классный режиссер показал просто естественность и какую-то романтичность отношений и вообще этот фильм написан по книге насколько я знаю я и к сожалению читал но уверен что книга тоже неплохая и еще актеры актеры очень классные я обожаю когда в корее или в японии кладут в суп еще половинку яичка это такой дополнительный протеин и добавлять чуть нажористости вообще удивительно насколько яйцо это вроде просто но куда бы ты его не добавил или просто съел одно вареное яйцо это всегда невероятно вкусно и сытно на самом деле у меня довольно необычная ситуация в жизни потому что я очень давно не покупал еду и очень редко ходил в кафе в последнее время все потому что мне каждый день с утра доставляют еду и это сервис называется мф китчен мф китчен и ну то есть они приносят тебе рацион на весь день и ну ты вообще ни в чем не нуждаешься просто ешь их еду она довольно вкусно мне очень нравится особенно их салаты поэтому сейчас он будет как раз очень сильно в тему вот таких обычных контейнерах у них все привозится все порционно а что у нас тут у нас тут орешки тыква просто авокадо вот я обожаю когда они кладут свои салаты авокадо я его очень редко ел своей жизни и для меня это нереально экзотично надо еще заправку добавить этот салат идеально подходит к моему обеду кстати если вам лень готовить или вы занимаетесь спортом и вам нужен четко выверенный рацион по калориям каждый день и чтобы вообще не забивать этим голову то мф китчен это клевый сервис он как раз в основном востребован у спортсменов также обычных людей для ссылку оставлю в описании и если вы захотите попробуйте еще я не сказал вам я обожаю этот соус карри я не знаю где его придумали в индии или же в японии но я мог просто есть заказывать все в корее просто рис с этим соусом он такой нажористый и этим этого мне хватало последнее время я стал меньше смотреть youtube но почему-то в начале года блогеры меньше выпускают видео в отличие от меня от моей сестры анны поэтому возможно не только поэтому мне очень нравится последнее время различные такие сложные темы которых в ютубе в целом в них не разберешься я начал много читать решил купить сразу несколько книг чтобы они просто у меня были некоторые я прочитал но в этом видео я не хочу забивать его книгами я приготовил одну потому что мне кажется на самое интересное и самое полезное он называется думай медленно решай быстро автор даниэль канеман он нобелевский лауреат и как я понимаю он один из пионеров ученых они начали исследовать механизм нашего мышления как мы мыслим и впервые натолкнули наверное ученых на то что нужно развивать себе именно критическое мышление и эта книга очень интересно там очень много разных примеров когда мы думаем и убеждены в чем-то но наши убеждения они основаны только на нашей интуиции на том что нам сказал какой-то знакомый но мы никак не проверяем эти факты в этой книге очень много таких психологических парадоксов описано и мне она очень понравилась недавно задумался насколько же я сейчас больше люблю овощи то есть для меня сейчас если есть где-то овощи в блюде то это у меня скорее вызывает положительные эмоции точнее строго положительные эмоции нежели чем в детском или подростковом возрасте когда я ненавидел овощи я не стану от этого конечно вегетарианцем но последнее время я очень сильно разнообразил свой рацион не знаю хорошо ли это это или плохо но я стал пробовать гораздо больше блюд стал ходить иногда даже какие-то вегетарианские кафе или просто заказ вегетарианские блюда где даже нет мяса что раньше для меня просто было неестественным но и это нормально мне нравится разнообразие мы тут планируем поездку с косе еще с некоторыми интересными людьми и скоро вы все наверно узнаете это будет на канале и небольшая как сказать подсказка мы летим в азере а теперь самое мое любимое когда я ем суп лапшу самое вкусное это бульон еще одна интересная но это не очень интересная новость но она очень важная для меня я наконец научился засыпать нормально раньше мне не мог просто лечь сказать тебе надо спать мне все равно все всегда были какие-то темы которые нужно посмотреть в интернете а измар видео по крайней мере нужно включить не просто прочитать 10 статей перед сном и в итоге ты находил себя в состоянии что ты сидишь уже пять утра и ты как бы мы потом конечно возникал мысля я же блогер могу просыпаться в 12 в час но я понимаю что вот гигиена сна это очень важно для здоровья и все об этом трубят поэтому раньше у меня был способ засыпать рано но он не держался долго я просто изматывал себя весь день или очень рано специально просыпался или вообще не спал вот этих пяти утра и не спала потом весь день и засыпал на следующий день в 9 вечера и я не считаю мне кажется вот по интуиции подсказывает что это не очень полезно для здоровья а лучше просто сказать себе на что нужно спать проснуться в такое-то время и все будет хорошо так как вышло оказалось что можно просто лечь у меня есть один прием не знаю поможет ли он вам короче мне нужно лечь именно на левый бок положить руку под подушку и по сути лечь на руку и попытаться пофантазировать то есть выбрать тему которая совсем тупая типа чтобы если умел летать чтобы если я был президентом кореи чтобы я делал что если бы я мог проходить сквозь стены чтобы я мог замутить и такие глупые мысли они тебя отвлекают каких-то своих насущных проблем проблем следующего дня и ты не знаю ты в них погружаешься и засыпаешь на самом деле это не самый четкий прием но у меня он уже несколько недель работает и это очень хорошо а кстати главное наверное что мне помогает проснуться с утром это как раз доставка еды потому что они привозят ее где-то в 7-8 утра и это очень рано иногда это даже будет кирилла из-за чего немного раздражается но мне это помогает рано вставать эти в этом салате еще есть виноград как изысканно нужно взять еще немножко тоже в общем еще мне интересно узнать что вообще хочется видеть в этой рубрике какую кухню у меня есть идея сфокусироваться именно на корейской еде и каждый выпуск делать какого-то тематическим что ли чтобы там было корейские пельмешки корейские салатики или там какое-то такое большое жирное блюдо корейское как вы на это смотрите или вам интересно смотреть на другие кухни мира по сути это можно сказать как-то то что я ем сейчас это можно назвать корейский дом наш в корее это очень многие едят конечно же у нее истоки это японские но в корее все знают что такое дон и танкаса также как вы смотрите на то чтобы я приглашал своих друзей в эту рубрику потому что мне кажется им тоже будет интересно по крайней мере кириллу кирилл очень любит есть еще один лайфхак что когда уже сложно рис есть палочками когда его уже не так много я просто беру ложку и загребаю блин насколько аутентично вот прям реально как будто я в корее кстати это обычный муракама если вам интересно где это все взял просто у меня есть дом рядом с домом муракама и я посмотрю так и у донкасу прикольно возьму как вам влоги мои сестры мне они нравятся потому что я могу следить за ее жизнью и скоро кстати выйдут очень много надеюсь очень много интересных влогов потому что она будет знакомить вас со своими друзьями что сама по себе интересно мне очень веселые друзья я обожаю мисо суп когда я прихожу в суши бар и называется в ресторан суши я всегда обязательно беру мисо суп потому что он еще всегда очень дешевый там до 150 рублей но невероятно вкусный и он очень похож на корейские традиционные супы просто он более водянистый очень вкусный а еще кто-то из вас следит за олимпиадой потому что я в этом году как-то упустил возможно или не так интересно и я понимаю что возможно интерес к этой олимпиаде такой большой потому что туда они пустили очень много корейский российских спортсменов потому что мы выступаем под нейтральным флагом но этому есть причина мне очень понравилось их не знаю как это политкорректно или нет но вот эта новость с говордом x который двойник ким чин ином который во время хоккейного матча встал перед болельщицами из северной кореи и начал им махать фотографироваться с ними в этом есть что-то что-то странное но в целом этот парень очень веселый добрый и чем-то чем-то он не нравится вы видели вот это световое шоу с дронами которые невероятные а его устроили корея intel и сейчас покажу это дроны летящие там горой которые выстраиваются в пять колец и мне понравилась реакция на первом канале как он сказал ну типа норм но у нас было лучше сто раз и такой чувак если себя это не впечатлило то что тебя впечатлить о господи в общем расскажите что вам интересно в последние дни смотрят ли в олимпиаду за кого болеете мне будет очень интересно об этом узнать но у меня садится батарейка на камере поэтому наверное уже заканчивать я надеюсь вам понравился этот макпанг и если вам это так то нажмите большой палец вверх также подписывайтесь на канал потому что макпаны будут выходить я вижу что они нравятся людям надеюсь вы ели вместе со мной и если в следующий раз посмотрите мой макпанг обязательно берите с собой еду и будем болтать вместе ну а с вами был костя и увидимся в следующем видео пока